Здравствуйте, дорогая церковь! Меня зовут Карина. В детстве у меня произошел такой удар сильный, я упала с дерева лицом вниз. И у меня там чудом не сломался нос, у меня был просто сильный ушиб. После этого у меня начало ухудшаться зрение, у меня начались головные боли, и мне врачи никак не могли помочь, они просто говорили, что это из-за травмы, что у тебя глазное давление, сосуды. Ну, я не могла ничего с этим сделать, у меня просто были постоянные головные боли. Потом, когда начиналось лето, меня преследовали постоянно солнечные удары, и они, может, были и не так уж часто, но они были очень сильно больными. Я могла лежать вот так вот по два дня, по три дня, у меня болела голова. Даже если не сильно, но после первого дня у меня все равно отходило как-то от этого. Я не могла уснуть, я просто лежала, и все, и были мысли такие в голове, то лучше бы я уже потеряла сознание от этой боли, потому что она была невыносимая. Я чувствовала себя ограниченной, так как все дети там баловались, гулялись, купались. А также, когда я гимнастикой занималась, все могли заниматься чем хотят, а я должна была заниматься только то, что мне подходит. Произошел такой очередной приступ сильный. Мы поехали на дачу, и там после целого дня на солнце у меня произошел очень-очень сильный удар. Я лежала, не могла подвинуться, так вот хотела потерять сознание уже от этой боли. Ничего не могла сделать, даже пальцем пошевелить, потому что она как будто распространилась по всему телу, и мне было больно даже двигаться там или сказать что-то, не могла ничего не говорить. У меня текли слезы, текли. Я вспомнила, что нас приглашали в церковь. Я была в церкви, приглашали меня, я даже ходила на библейскую школу, но я не думала, что это может мне там как-то помочь или изменить мою жизнь как-то. Я вспомнила и подумала, если Бог исцеляет других, что Он не может исцелить меня. Я подумала, что я тоже могу исцелиться. И я начала говорить Богу, что если ты меня исцелишь, я даю тебе обещание, я пойду за тобой, буду идти за тобой, я буду служить тебе. И вот тогда я настолько сильно поверила, что я подумала, да, Он может меня исцелить. Я очень сильно поверила. Я молилась просто шепотом, еле говорив что-то, потому что очень сильно болела голова. И потом где-то через минут десять, может даже меньше, я уснула чудом. Потому что я при такой головной боли не могла уснуть. Это был самый сильный приступ в моей жизни. У меня никогда так не болела голова. И я уснула, на следующий день проснулась. У меня еще был такой страх, привычка после этих головных болей. Это тем более он был самый сильный. У меня привычка так сильно не дергать головой этот. Хотя я забыла даже о том, что он был у меня. И я как-то ходила так осторожно, и потом так я начала резко двигаться. И потом я понимаю, что у меня был солнечный удар, и что у меня почему-то сейчас не болит голова. Я не отхожу от этого, и мне хорошо, мне легко, мне весело. Я могу прыгать, бегать, у меня она не болит. Я сказала, Господь, Ты меня исцелил, и я сдержу свое обещание. В первый же день, когда там было служение, я пошла, покаялась. И я сказала, что я буду идти за Богом. Я отступила от всего, что было раньше. Я перестала общаться с теми друзьями, которые меня раньше окружали. Я перестала заниматься тем, чем занималась раньше. Прошло лето, оно было очень-очень жарким, и солнце, ничего на меня не действовало, у меня голова не болела. У меня не было ни одного приступа за все лето, хотя это было удивительно. Потому что просто вышла на улицу, зашла домой от солнца, у меня сразу начинала болеть голова. Я пила таблетки, хотя мне при этих приступах не помогали таблетки. И я поняла, что я полностью исцелилась, потому что за все лето у меня не случилось ни одного приступа. Сейчас моя жизнь изменилась очень сильно, в лучшую сторону. У меня такая была постоянно пустота в душе какая-то, еще что-то постоянно плохое что-то окружало. Мне постоянно грустно, я могла выходить на улицу. Несмотря на то, что там друзья не захотели со мной гулять, я выходила на улицу, я и шла с пустотой этой в душе. Дьявол мне давал одно что-то, а забирал в тысячу раз больше. И после этого у меня огромная пустота на душе. И вот сейчас у меня настолько все изменилось, что я иду, даже если я выйду, мне весело, я радуюсь. Благодаря моему исцелению, благодаря тому, что Бог велик, Он меня исцелил. Я пришла в церковь, и я поняла, что Бог есть, Он всегда был со мной, Он всегда меня ждал. И Он может сделать все в моей жизни. Он может изменить все, Он может исцелить все, и Он может освободить от всего. Я сейчас служу Богу, посещаю все ячейки, все служения, все молитвы. И я сейчас помощник на домашней группе, и я буду расти в своем духе, и вскоре тоже хочу стать лидером. Я записываю все проповеди, чтобы потом перечитывать, чтобы Бог для меня что-то открывал. Я пытаюсь запомнить все, что говорит пастырь. Я слушаю Его внимательно, чтобы что-то отложилось в моем сердце, потому что ни одно слово не могу пропустить. Я благодарна Богу за то, что Он нашел, через что меня призвать, за то, что Он исцелил меня. И мне все равно на ту боль, которая была, Он через это спас меня. И я буду благодарить Его всю жизнь за то, что я пришла к Нему, за то, что я поняла, что Он велик. И я буду следовать за Ним всю свою жизнь и ставить Его на первое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова